Особое мнение на 101FM Мы все-таки, наверное, начнем с федеральной темы, такой самой громкой, наверное, на сегодняшний день. Это задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его уже доставили в Москву, уже есть кадры. Главу региона подозревает в совершении нескольких преступлений в период с 2004 по 2005 год, вы только вдумайтесь, 15 лет назад, в их числе, в том числе, убийство, ну и проверяется причастность Фургала к другим преступлениям. И у меня, ну, на самом деле, к вам, как человек, который в политике нашей работал долгое время, вопрос вот какой. Человек баллотируется на пост губернатора. Мне-то кажется, что... До этого он еще был депутатом Госдумы. Да, мне кажется, что в этот момент, вот в тот момент, когда все это начинается, всех же проверяют, на всех же есть папочка, как я подозреваю. Как вот вообще оказалось так, что эти обвинения были предъявлены только сейчас? Ну, начну, наверное, с того, что на самом деле, как правильно вы сказали, папочка есть на всех. Давайте говорить честно, да, там, сегодня у нас рулят на уровне, там, власти, всех уровней, люди из девяностых. Да, то есть люди лихих времен. Так. В силу возраста. Так. И поэтому я думаю, что папочка действительно есть на каждого. То есть где-то кто-то когда-то оступался. Это не обязательно что-то серьезное, но при желании найти можно на каждого. Да, понятно, что там очень сложно снять губернатора, там, за, предположим, там, такие вещи, как, там, административное нарушение за переход в неположенном месте, там, понятно. Ну, я думаю, что то основание, которое выдвигает Фургалу, оно, там, оно, наверное, имело место быть. Там, было, не было. Другое дело, что абсолютно с вами согласен. Как он вообще оказался во власти на высоких постах? В Госдуму, да, то есть человек идет в Госдуму. Человек проходит в Госдуму. В любом случае, все депутаты, да, там, проходящие в тот или иной состав, там, высшего федерального законодательного органа, проходят так или иначе проверку и согласование, там, во всех структурах, начиная, там, от администрации президента и заканчивая, там, всеми правоохранительными и прочими структурами. Знали они это? Ну, значит, есть, была папочка, да, там, вот, там, где-то я уже сегодня вычитал, может быть, фейк, ну, там, что, была тема, когда перед вторым туром, когда он избирался губернатором, да, там, была встреча с представителями, там, правоохранительных органов, которые показали ему эту папочку и предложили, как бы, сняться с выборов. С выборов. Но... Я просто, давайте, слушателям, просто напомним, да, что Сергей Фургал, это один из немногих губернаторов, который избирался не от партии «Единая Россия», он от ЛДПР. Он от ЛДПР. То есть, от оппозиционной, получается, партии. Назвать его, как бы... Оппозиционером нельзя? Оппозиционером нельзя, потому что, я еще раз говорю, человек прошел Госдуму, то есть, человек, как бы, ну, устраивал, значит, и администрацию президента по всем параметрам. И поэтому, вполне вероятно, что, там, на каком-то этапе, можно предположить, администрация президента смирилась с тем, что, там, более, по-моему, 60% населения Хабаровского края поддержали данного губернатора, и он стал губернатором. Ну, дальше, дальше можно проводить только аналогии, да, то есть, человек становится главой региона, человек не от партии власти, человек, ну, где-то, вроде, да, даже, там, высказывается оппозиционно, человек что-то делает, и, там, вот, по информации, которая, там, в сетях появляется, Хабаровчане это, как бы, недоумевают по поводу всей этой ситуации, потому что они, как бы... Они довольны были губернатором? Ну, достаточно много тех, кто поддерживал, да, то есть, это и те его действия, которые были в условиях прошлогоднего наводнения в Хабаровском крае, это и, вот, вся политика, связанная со снижением бюджетных расходов на обслуживание, там, власти, то есть, народ, как бы, уважал. А самое главное, за что его уважали, это была ситуация, что он был достаточно открытым человеком. И тут, соответственно... Опять параллель напрашивается. Проходит параллель, да, то есть, мы, как бы, видим эту параллель, да, там, меняются статьи, меняются основания, но ситуация, когда первых лиц региона, которые по тем или иным причинам начинают не устраивать кого-либо, из высших эшелонов власти, да, там, начинают менять именно вот таким образом. То есть, человек, там, тот же Фургал два года проработал, да, то есть, там, если, как бы, были какие-то основания, даже он проскочив в Государственную Думу, то, как бы, ну, было время на то, чтобы этот вопрос решить. Но человек... Ну, как минимум, как минимум, наверное, такая задача могла стоять в тот момент, когда стало понятно, что будет второй тур выборов, что побеждает не представитель Единой России, да. Да, в этот момент те основания, которые были известны, наверняка могли вытащить и ими воспользоваться. Ну, и человека оставили один на один, там, с проблемой наводнения, да, то есть, насколько... Вот опять же, сейчас я начинаю вспоминать ситуацию, потому что, там, Дальний Восток для меня, там, не просто территория знакомая. Если мне не изменят память, особо уже, там, помощи со стороны федералов в Хабаровскому краю, там, не было, да, то есть... Выруливал сам. Выруливал сам. Человек выруливал, человек, как бы, показал, что он может решать подобные проблемы, и человек завоевывает авторитет. Соответственно, ну, вот тут и возникает вопрос, собственно, либо его усиливать дальше, да, там, либо поменять на более лояльного, более правильного. И менее заметного. И менее... И менее любимого, может быть. Да, то есть, там, мы же, опять же, можем проводить аналогии, если возьмем губернаторов, которые, там, свои правильные, да, там, от правильных партий, или, там, под правильные рекомендации, они же все уходят достаточно незаметно, да, то есть, ну, принял отставку. Поработал, ушел. Поработал, ушел. Поработал, ушел, да. На другую работу. Что на них нет папочек, я не верю. Есть, наверное, папочки и на них. Но другое дело, как с этими папочками работают, потому что, там, мы, вот, с вами тоже, опять же, проводя аналогии, наблюдаем, как медленно и тяжело идет дело с бывшим главой города и представителем Заксобрания, да. Владимиром Быковым, да. Порпобеды и еще несколько дел. Да, 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 да. То есть, оснований достаточно, но, там, человек находился под домашним арестом, потом этот домашний арест вообще отменили, и, как бы... Еще непонятно, чем дело закончится. Чем это все закончится, да, то есть, мы знаем, там, есть много примеров, понятно, что, там, снятие домашнего ареста, там, не позволит это сделать, но, в принципе, есть достаточно много примеров, когда люди находились, там, на домашнем аресте, там, по несколько лет, тем самым, фактически, все это шло им в зачет их срока, потом они получали судебный, там, приговор, и получалось, что, фактически, они уже... Они уже от наказания, наказание свое отбыли. Вот, поэтому, как бы, вот, там, две сравнительные ситуации, да, то есть, там, за деяние четвертого года, которое еще нужно заказать, да, там, и наиболее, там, ну, так, это иронично звучит фраза о том, чтобы при обыске нашли патроны, похожие на патроны, которые были... Он их хранил все это время, да, на память. То есть, более ста патронов у него нашли, похожих на патроны, то есть, ну, вот, как бы, это, там, достаточно смешно, это так же, как и, там, отпечатки из бутылки вина и пачек купюр, которые, там, на которых не оказалось. Вот. Ну, факт... Это мы сейчас, да, вспоминаем события 16-го года, июня 16-го года. К сожалению, вот такие аналогии, они есть, да, то есть, быть оппозиционным или, там, губернатором не от партии, у нас, там, ну, достаточно тяжело и очень опасно. Тут еще есть одна тема, это тоже, кстати говоря, история такая распространенная достаточно, уже высказался Владимир Жириновский, лидер ЛДПР по этому поводу, да, он посетовал на то, что фургала сопровождали в наручниках, и вот это вообще вся история, когда высокого, достаточно, чиновника, там, берут, например, да, за какие-то инкриминируемые ему деяния, надевают наручники и, значит, под камеры специально ведут в этих наручниках, как самого-самого, там, злостного и опасного преступника, да. Ну, опять же, вот даже... Зачем это надо? Сюжеты новостей в последние дни, где взяли, там, советника Роскосмоса и еще какого-то там высокопоставленного у нас буквально вчера... Советник Роскосмоса, это бывший журналист, он больше журналист даже, чем советник главы Роскосмоса, да, Иван Сафронов, да. А вчера взяли какого-то высокопоставленного тоже чиновника, вот, ну, там, понятно, что никаких там наручников, ничего не было, там, для чего это, то есть, это попытка воздействовать, опять же, на хабаровчан, которые... Там, там, с определенным, ну, все-таки верой к фругалу, да, то есть, не случайно, там, сегодня пошли разговоры о том, что уже в субботу состоятся митинги в хабаровске в поддержку губернатора, вот, то есть, это попытка воздействовать на них, я так понимаю. Там, там, сама по себе поддерживала Владимира Вольфовича, что, там, никакого смысла в подобных вещах точно нет, там, это не тот, там, уровень, и не те люди, которых нужно... Не доктор, не доктор-лектор, простите, да? Да. И не маньяк, там... Да. Возвращаясь. ...пользованный на, на это самое, на теле, да? Ладно, будем смотреть, как разовьются события, и я, честно говоря, наверное, ну, вот и за митингами тоже буду следить, потому что мне кажется, что это важный тоже показатель. На самом деле, там, ситуация, вот ее, в том числе, рассматривая в контексте вообще развития Хабаровского края, после того, как в 18-м году хабаровчан украли статус столицы Дальнего Востока, да, там, специально переведя его в Владивосток под, там, того правильного губернатора, которого там продвигали, фактически, ну, Хабаровск поставили в очень тяжелое положение, потому что, там, статус столицы, по крайней мере, позволял им иметь развитую, там, экономическую составляющую в виде главных офисов, в виде, там, размещения каких-то административных и так далее, да, то есть, сейчас это все ушло. Хабаровский военный округ, там, сократился, и получается, что, там, очень сильно, вот это, там, решение популистко-политическое, да, там, выбило именно Хабаровский край. И поэтому Фургал, он был своеобразной надеждой на то, что, там, территорию можно, можно попробовать спасти. Как с Кировской областью, кстати говоря, да. Я, опять же, побоялся сказать, что это аналогия. Извините, да. Вот, ну, вот я вижу, что вот это была такая тоже своеобразная надежда. Ну, просто вчера, да, 11-й год вспоминали в нашей программе «Очевидцы» к десятилетию нашей радиостанции, да, и понимали, что время такое, приводили пример, там, с митинга 11-го года, где выступал Никита Белых, и я понимала, что, конечно, далеко не каждый глава региона, особенно сейчас, может себе позволять говорить такие слова. Вот, как бы, вот к чему это, собственно, приводит. И, к сожалению, я думаю, что для Хабаровска это не просто будет смена руководителя, а это будет откат социально-экономический достаточно большой назад. Михаил Курашин в нашей студии, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. Давайте тогда Кирову сейчас переходим. Все-таки вот странная такая ситуация с коронавирусом. История по статистике. Мы видим сейчас более полусотни заболевших практически каждый день. При этом открыто почти все уже, да, из бизнесов. И, вроде бы, правительство нас заверяет, что закрывать обратно все не планируется. Хотя, вот как сообщает телеграм-канал Кировский Шептун, в ближайшее время в Кирове снова могут закрыть общепит. Причина в том, что его представители нарушают введенные ограничения. Было вчера действительно предупреждение Минэкономразвития о том, что установлены существенные нарушения в некоторых, да, учреждениях. И не очень понятно, чем это все обернется для остальной сферы. Хотя уже пожелание было, конечно, от бизнеса закрывать нарушителей, не закрывать всю сферу полностью. При этом мы видим, что, несмотря на вот эти вот все цифры, достаточно там тревожные и пугающие, у нас отменяется 14-дневная двухнедельная изоляция приезжих в регион. Отменяется, насколько я понимаю, перепись прибывающих в аэропорту и на вокзале. Отменяется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Вот, и у тех бизнесов, которые все еще пока закрыты, есть вопрос там, да, чем у хуже всех остальных, кто работает. Ну, вчера уже и позавчера там постили фотки из, извините, Юркин парк, да, где огромное количество отдыхающих лежат на шезлонгах в 10 сантиметрах фактически там друг от друга. Вот, и вот эта вся история с коронавирусом, она как-то странно вообще выглядит. То есть, с одной стороны, вроде как пугающие цифры и позиции Роспотребнадзора, и письма пишет Роспотребнадзор о том, что надо обратно все закрыть, потому что вот поползло все вверх. С другой стороны, мы видим такое несколько, ну, не знаю, не наплевательское, конечно, отношение, да, расслабленное отношение кировчан. То есть, все перестали бояться, может, просто устали. Ну, там, то, что называют второй волной коронавируса в целом, да, то есть, я соглашусь, наверное, с теми специалистами-экспертами, которые говорят о том, что там не надо ее пугаться так, как пугались первые волны. Почему? Ну, потому что теперь нам с этим коронавирусом, в принципе, жить, да, то есть, и, скорее всего, мы жили с ним и до коронавируса, здесь просто его выявили, да, там, нам с ним жить дальше. И поэтому, как бы, вот, там, все, что дальше будет происходить, оно отнюдь не связано с тем страхом, который, там, нагоняли именно в первый период. Что касается расслабленности, ну, опять же, там разные подходы. Никто не доказал, что меры, которые были связаны с ограничениями, дали результат. Да, то есть, ну, гипотетически предполагалось... Не, ну, подождите, вот история с тем, что человек, прибывший из неблагополучного региона, должен дома посидеть, а не шастать там в места большого скопления сограждан, вот эта история, она работает 100%. Там, если ты носитель вируса, сиди лучше дома. Ну, как бы, носители вирусов, сколько из нас носителей вирусов, там, мы до сих пор... Мы не знаем, мы не знаем. Знать не можем. И как это все будет передаваться, мы тоже знать не можем. Да, поэтому, как бы, на самом деле, люди, ну, устали, вот, даже не столько устали, сколько, наверное, действительно, там, об этом сейчас пытаются замалчивать, но, там, даже убеждает нас, что, там, бедность стала у нас меньше в стране, да, там, количество... Процент бедных людей стало меньше в стране. Я не знаю, кто это считает и как это считают. То есть, ну, я думаю, что, как раз люди сейчас используют все возможности для того, чтобы наверстать упущенное, потому что, там, первая фраза разговоров с любым предпринимателем, первый же его ответ, там, что, да, там, потихонечку начинаем, там, вылазить из этого всего, да, то есть, люди думают об этом. Что касается позиции Роспотребнадзора, ну, я давно скептически смотрю вообще на действия данной структуры, она надзорная. То есть, ее задача контролировать... Не знаю, мне казалось в последнее время, что ее задача тревожится. Контролировать исполнение норм, да, там, но она вовсю пытается выйти на уровень, определяющий эти нормы, да, то есть, я, там, в свою убытность сталкивался с этой структурой, там, на уровне детских лагерей. Я прекрасно предполагаю, понимаю, что их задача сформулировать как можно больше всевозможных позиций и ограничений для того, чтобы была возможность потом, как бы, привлекать к ответственности. И даже в этой ситуации, вот в формате... То есть, палочные системы, что ли, вы про это? Да. То есть, у них там тоже палочные системы? Ну, а как? Даже в этих письмах, которые пишутся в адрес губернатора, я вижу только одну цель. Показать, что вот мы такие хорошие, а губернатор такой плохой. Ведь никто не задумывается о том, чтобы, там, действительно попытаться разработать мероприятие в адрес наказания тех, кто нарушает, и в адрес больных. Проще сказать, давайте-ка все будем сидеть дома, все закроем, и так далее, это проще. И так же они работают практически во всех сферах. Но при всем при этом, там, а почему они не занимаются темой, предположим, с клещами? У нас по области уже, там... Они, может быть, и занимаются. Просто это не в информационном поле сейчас. За 15 тысяч уже укусушенных, наверное, вышло. Да, там, у нас об этом никто не говорит. Никто не призывает привлекать к ответственности. Что вообще, там, меня, честно говоря, возмутила ситуация, когда, там, на Радоницу и на Троицу, да, там, отказывались обрабатывать, там, кладбище от клещей. Якобы это кого-то остановит. Якобы, потому что нельзя ходить на кладбище. Ну, вот, ну, я это и говорю, что не ходите, потому что не обработано. Чтобы и тот же Роспотребнадзор на эту тему промолчал. А это, извините, права потребителей. Роспотребнадзор, он защищает права потребителей. И он должен защищать права потребителей. Поэтому наказывать тех, кто нарушает, наказывайте. Почему должна страдать вся отрасль? Ну, она не должна страдать от этого всего. Вы скажите мне, пожалуйста, вы вообще видите, вот, возможность того, что все заново могут закрыть или нет? Или не пойдут на это власти? Точно не по эпидемиологической ситуации. А по какой еще? Ну, вот, как бы, отработки тем, связанных, предположим, с волнением среди людей. Да, потому что все-таки осенью ожидаются серьезные, там, последствия, экономические последствия от всей этой ситуации. И вполне возможно, как бы, они будут вливаться в какие-то волнения. Тогда в этих случаях могут быть введены какие-то ограничительные меры. Ну, по массовым собраниям, по каким-то массовым мероприятиям, вы про это, то есть не будут закрывать кафе, где собираются эти товарищи, недовольные ситуацией. Нельзя же просто принять ограничительную меру только по митингам. То есть это будет явный очевид. Ну, ясно, да. А если запрещены массовые мероприятия, запрещены везде. Вести снова самоизоляцию и позакрывать снова всех, и в том числе проведение массовых мероприятий, да. То есть, как бы, это вполне все удобно и устраивает многих. Но надеюсь, что, опять же, там, Кировская область там не затронет, мне в этой связи импонирует там позиция губернатора. Он там не то что на приватеске относится ко всему, да. Он, кстати говоря, маску не носит. Внимательно там принимаются те или иные решения. Они не торопятся, никто не пиарится на этом деле, никто не спешит никуда там. Но в то же время там постепенно все-таки гайки раскручиваются. И это там достаточно хорошо. Потому что, еще раз говорю, там, пример Юркин-парка, вот там, то, что мы за эфиром разговаривали, я считаю, что там количество больных после вот всего этого там мяса в Юркин-парке, да. Ну, то есть, это не то место... Будет риском нулю. Не то место, где все друг друга перезаражают. Вы про это? Точно не то место, где перезаражают. Ну, во-первых, да, то есть, человек, который чувствует недомогание, точно не пойдет на пляж. В 30 градусов жары. Без разницы. Если человек чувствует недомогание, он не пойдет на пляж. Во-вторых, люди, которые находятся на пляжу, чаще всего находятся раздетыми. То есть, одежда как переносчик, да, то есть, здесь точно играть никакой роли не будет. В-третьих, принятие солнечных ванн в такую же руи водных процедур, это тоже способ профилактики. То есть, когда там коронавирусные вещи будут смываться. И в целом, нахождение на свежем воздухе всегда было самым лучшим средством профилактики от всевозможных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Это намного лучше, нежели сидеть по домам. И мы там знаем примеры, когда там из-за одного человека, заболевшего в подъезде, там на карантин сажали весь подъезд. Ну, это просто дурдом. Да, то есть, поэтому там я не верю. Вы губернатора поддерживаете в его стремлении сохранить как можно больше работающих сфер? Я его поддерживаю в том стремлении, что не надо реагировать так сразу на все возможные выпады того же Роспотребнадзора. То есть, они носят, ну, скажем так, на мой взгляд, такой декларативный характер, что мы со своей стороны сделали все. Теперь вот, если губернатор, если что-то произойдет, виноват губернатор. То есть, от себя мы отгребли. Понятно. Ладно, коронавирус, конечно, часть нашей жизни, достаточно большая часть, но мы... Хотя, опять же, это не значит, что нужно перестать мыть руки, носить маски. То есть, я считаю, что если мы хотим организовать грамотную профилактику, то, во-первых, нужно все-таки ужесточить требования по общественному транспорту, по ношению масок в общественном транспорте, потому что там достаточно расслабленно. Сохранить требования по ношению масок в магазинах, в торговых центрах. Вот. И, собственно, сохранить рекомендацию. Большинство предприятий сами этот вопрос решают, но сохранить рекомендацию предприятиям, иметь антисептики и проводить вот эту профилактику. Тогда, в принципе, все будем. Гоняться за людьми на улице и выгонять людей с улицы точно не профилактика. Не вариант, не выход. Хорошо. Двигаемся дальше. У нас история сейчас, наверное, будет связана с политическими какими-то вещами. Михаил, вы сказали о том, что осенью, возможно, некие народные волнения. Я бы попросила вас все-таки более подробно пояснить, что вы имели в виду, но после небольшого перерыва. Особое мнение на 101FM Сегодня это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области 5-го САЗЭУ. Мы сейчас будем говорить о, не знаю, там даже... О политике. О политике. Ну да, об обстановке я хотела сказать, об обстановке общественной, там, гражданской обстановке. Но вот Михаил до перерыва сказал, что осенью возможны народные волнения. Я, честно говоря, очень надеюсь на то, что ничего подобного не произойдет и не случится. И я хотела, Михаил, вас спросить, а почему вы предполагаете, что это может быть? Ну, еще раз повторю, да, то есть все-таки экономические последствия, они там неизбежны, да, и все вот эти отсрочки, которые были введены, они начнут больно ударять по бизнесу, потому что ведь в конечном итоге никто же не простит. Ну, платежи все, платежи. Да, плюс ко всему, уровень жизни и уровень платежей населения вырос. Но, опять же, давайте помним о том, что нам и коммуналку подняли, зарплату-то не подняли, да. Вот. Плюс ко всему, опять же, ну, обострение связанное с голосованием в сентябре. В сентябре единый день голосования, 13-го числа, по-моему. По факту начало, как бы, избирательной кампании в Госдуму. Слушайте, а вот тут по итогам голосования за Конституцию были ведь предположения, что будут назначены досрочные выборы в Государственную Думу. Я так понимаю, что это уже все, да? Ну, то есть, если назначается, за месяц же невозможно их назначить. Сложно, нет, за месяц их точно не назначить. Точно, скорее всего, на сентябрь не попадет. Вот, ну, опять же, там, никто не отменяет весну следующего года. Вот, поэтому, там, я не верю, что в этом году произойдет Госдума, да, то есть, это, там, такая фейковая информация. То есть, осенью все равно будет старт? То старт какой-то подготовки будет? И по ЗАГС-Офране же была информация о том, что тоже возможно самораспуститься. Вот, но в любом случае, это старт компании Госдумовская. Соответственно, там, на чем будут все выезжать, это на теме, там, 2020-го года. То есть, коронавирус, ограничения, экономический кризис, цены на нефть, доллар и поведение, там, федеральных и прочих властей во всех этих условиях. Поэтому, там, вполне вероятно, такие обострения могут произойти. А народные волнения, вы имеете в виду, это что? Ну, то есть, у нас законодательством России, ведь запрещено, ну, практически, практически любая уличная активность сейчас, нерегламентированная, там, и неразрешенная, и несогласованная, у нас запрещена. То есть, народные волнения, мне кажется, вот, на примере Москвы, там, Болотного дела и всех остальных вот этих вот митингов московских, показали всем остальным регионам, как себя можно вести, как себя нельзя вести. Ну, опять же, никто не исключает этот факт. Вот, там, давайте, еще раз говорю, давайте дождемся, предположим, субботы, посмотрим, что произойдет в Хабаровске, да, там, состоится, там, не состоится, там, в принципе, ведь, опять же, хоть и перекрымсали конституцию, но никто не отменил право... 31-ю статью не отменили. Людей собираться и проводить, там, собрания и митинги, поэтому, раз уж мы, там, тема 20-го года, тема конституции, то вполне вероятно реализация конституционных прав в различных формах. Мы видели одиночные пикеты, да, в Кирове даже, и они, по-моему, до сих пор продолжаются. Мы видели одиночные пикеты участников, которых задерживали по причине того, что нельзя стоять в одиночном пикете, ибо коронавирус. Вот. Несмотря на маску. Мы слышим о том, что периодически в Москве какие-то проходят волнения, какие-то собрания, митинги, там, то есть, как бы, волна определенная есть. Ну, в Москве понятно, в Хабаровске понятно. Вообще, там, Дальний Восток и Сибирь, в смысле протестной активности, ну, с Урала начиная, наверное, он более такой яркий в этом смысле, что ли, да, и более, может быть, живой, нежели, там, европейская часть России. Там больше народу выходит на митинги. Возьмем тот же Екатеринбург, там, да, со строительством храма, вот эти протестные там настроения, еще что-то. То есть, народ там как-то быстрее поднимается. Вот. Если мы возьмем европейские региональные города, насколько московская активность, там, сюда перекинется? Нет, московская активность точно нет. Но тот же там Екатеринбург показал, что рабочие города, там, рабочие территории, тот же Хабаровск, там, тоже умеют собираться. А Киров? Вот. Ну, мы же с вами рабочий город, да, то есть, по сути-то, у нас же все-таки, там, предприятие есть, и мы, как бы, считаемся промышленным городом. Там, не знаю, на все нюансы связаны, там, с рыночными отношениями. Предприятия работают, и поэтому там мы, наверное, все-таки ближе к промышленному городу, нежели, там, к Москве или, там, под Москве. Не знаю, мне кажется, у нас инерция, конечно, очень сильная в этом смысле. Народ съест все, что ему предложат. Ну, с другой стороны, опять же, из новостей кого-то, из кировских журналистов, там, на Пикетах. А, Юра Литвиненко, да. Ну, Юра работает в ведомостях уже. Ну, понятно. То есть, он уже московский журналист, можно сказать. Опять же, там, это не надо, там, не хочу, чтобы это превратилось, там, в митинги, там, по американскому сценарию, там, и так далее. Никто не хочет этого, конечно. Ну, понятно, что Киров в этой связи, там, в силу, опять же, своей инертности, там, все будет воспринимать более спокойно. Но это не значит, что у людей все будет более спокойно, да. Поэтому, опять же, непонятная ситуация, в том числе, и с дальнейшими действиями наших властей, уже, там, ситуация с осенней. Потому что многие вещи, которые были заложены в бюджеты, да, там, были свернуты из-за коронавируса, людей ждали, и в результате, ну, там, возьмем тот же ППМИ и перенести, там, на 21-й год. А, там, это же не просто поделить деньги через муниципалитеты. Это, собственно, отказаться от реализации воли жителей. И поэтому... Судей обманули, доверие людей обманули, да. Там, вот этот показатель, который, там, я всегда о нем говорил, что, там, ППМИ очень сильно изменил отношение населения к муниципальной и региональной власти в лучшую сторону, да, там, повысил доверие. Ну, как бы, процесс может начаться обратно. Я бы хотела еще у вас спросить, как вы относитесь к тем предложениям, которые звучат после голосования за изменения, там, ну, за изменения, теперь же будем говорить, Конституции, да, история с электронным голосованием и тот факт, что вот это вот, там, недельное голосование в каком-то виде может быть применено на обычных выборах. То есть, Айлу Памфилову уже спрашивали, да, главу избиркома, и она сказала, что неделя точно нет для обычных выборов, очень сложно, там, это организовать, и с точки зрения работников даже избирательных комиссий слишком большая занятость и загруженность. Но там 2-3 дня, пожалуйста. Вот, мы это можем. По электронному голосованию вообще говорят, что все прекрасно. Наши технологии, говорят, вышли на такой качественный уровень и обеспечиваются с помощью них такой, там, прозрачность вообще, там, да, легитимность и честность, что мы вот хоть завтра можем это делать. Вам как кажется, эта история, она в плюс или в минус сыграет честности выборов? Нет, конечно, это не в плюс, да. Да, то есть, первое, если мне не изменяет память, из подобной идеи вышла Матвиенко. Спикер Совета Федерации. Действительно все хорошо, да, то есть, как бы, такой вялотекущий процесс, неконтролируемый. Когда запрограммированы все результаты, то, в принципе, ну, как бы, такое своеобразные элементы массового шоу, да, то есть, люди поучаствовали в каком-то экшене, в каком-то... В движухе. В движухе, да, там, все это красиво, все это замечательно и так далее. Но в условиях, там, реальной конкурентной борьбы подобные меры просто невозможны, потому что, там, ну, точно невозможно организовать, там, вот эти непонятные голосования во дворах, да, то есть, там, это непонятный процесс. Точно возникнут сложности в голосовании в несколько дней, потому что, ну, это же необходимо обеспечивать наблюдателям. То есть, если делать все по закону, там, это будет достаточно тяжело, и, там, не исключены вероятности всевозможных провокаций, связанных с тем, что голосование, там, в несколько дней проходит. То есть, в условиях, когда, собственно, там, результаты выбора, результаты голосования ни на что не влияют, как мы видели с Конституцией, да, там, такая ситуация возможна. Поиграться, да, то есть, а в реальных выборах, но это будет полный бред, там, я, конечно, не удивлюсь, если, там, это, попробуют это сделать, но, как бы, нужно предполагать, что, там, ни к чему хорошему нет. Я, предположим, до сих пор, там, говоря об электронном голосовании, я не доверяю до сих пор КАИБам, да, то есть, вот этим электронным урнам, которые там стоят. Потому что, как бы, когда речь идет о том, что весь подсчет умещается на флешке, которая каким-то образом потом дальше транспортируется и расшифровывается, ну, все, что сделал человек, человек же может и исправить. Все, то есть, как бы, там, вы можете все, что угодно говорить о КАИБах, что, там, их обмануть тяжело и так далее и тому подобное, итоговая цифра оказывается на флешке. И, там, вполне могут быть исправлены, так, как это нужно. Там, ну, опять же, ну, говоря об итогах этих же голосований, ну, я думаю, что многие считают, и наверняка есть основания считать, что все-таки, там, это не те цифры, которые были по факту. И по явке, и по... Проценту за. Поддержке, да. Я хотела еще, вот, спросить, все-таки, там, те или не те цифры, мы можем только предполагать, но вот та история, что 30% пришедших на участки людей были против того, что предложил президент, против изменений в Конституцию. Это ведь, на самом деле, тревожная цифра. Да, прибавьте сюда тех, кто не пришел. Потому что все-таки я считаю, что основная масса не пришедших, это те, кто либо не верят в то, что, там, их голод может быть услышан, либо те, кто таким образом протестовал против, там, данной формы. Если даже мы возьмем ситуацию с реальным, там, переводом итогового голосования на фактическое население, да, там, мы получаем, что в Кировской области реально за проголосовало около, там, менее 40%. То есть где-то, я считал, 37-38%. Из избирателей? Из жителей. А, из жителей. Нет, из избирателей, да, то есть из жителей еще меньше. То есть как бы и то же самое по России, там, цифры, которые изначально же, они же в планы закладывались, там, 70% явки и около, там, 80%. Если, опять же, перевести на количество избирателей, это получается, что в целом по России чуть больше 50% поддержало. Чуть больше. Но, как бы, никто же, там, все... Но никому это не помешало. Никому это не интересно, да, то есть все считают, что все прошло успешно и хорошо. У нас остается с вами две с половиной минуты. Я бы хотела просто вот ваше небольшое мнение услышать по поводу того предложения, которое было озвучено Дмитрием Осиповым, главой администрации города, на последнем заседании городской думы. Он предложил депутатам не выносить такие вот, ну, значительные, серьезные проблемы в разные, да, а предварительно все-таки обсуждать их, потому что в разном у администрации города нет возможности депутатам на критику ответить. Вы как считаете, вот эта история, это что, это минус свобода слова, там, да, и минус свобода депутатов, или это все-таки, ну, вполне себе оправданно? Ну, смотрите, да, то есть тема выступления в разной, это всегда такая была спорная тема. Две минутки у нас. Я очень там помню в законодательном собрании, когда в разном в период проведения избирательных кампаний использовали исключительно для политических заявлений. Поэтому в этой связи, наверное, есть смысл говорить о том, что надо их оставить. Что же касается вопросов, которые возникают, ну, здесь, опять же, депутаты научатся разделять вот эти политические заявления с конкретными вопросами, то формат задавать вопросы в разном, там, это тоже правильный формат. Но там, при всем, один из мною сильно уважаемых депутатов Валерия Николаевича Турула, да, там, человек, который всегда задавал очень длинный вопрос, потому что много было обоснований и подводок, но в конечном итоге каждый его вопрос завершался точечной темой, на которую нужно было реагировать. Поэтому дальше вопрос уже готовности исполнительной власти отвечать. Если она не готова, то она будет наставить на том, что давайте не будем задавать публичный вопрос. Приходите, поговорим. Хорошо, если готова, соответственно, разное не мешает совершенно. Михаил Курашин, вице-спикер законодательного собрания Кировской области Пятого созыва в программе «Особое мнение». Мы на этом завершаемся. Всем до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM